Добрый вечер! Время вопросов и ответов на седьмом канале. Это программа Перекрёсток. Меня зовут Мария Помилова. И сегодня мы говорим в прямом эфире в нашей студии о ситуации с заболеваемостью менингитом, которая сложилась в нашем городе и в целом в Вологодской области. Заболевших уже достаточно много. Есть случаи, когда люди встревожены, поэтому хочется разъяснить эту ситуацию. И для этого в нашей студии сегодня заместитель главного врача Центра по профилактике инфекционных заболеваний Татьяна Курганова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна! Добрый вечер! Нашим зрителям я напомню, что эфир прямой 280-001-280-002. Это телефон на нашей студии. Вы можете звонить, задавать ваши вопросы и из первых лучших, что называется, получить все необходимые ответы. Татьяна Юрьевна, для начала хотелось бы, конечно, цифры статистики последней, потому что они обновляются достаточно каждую неделю. Расскажите последнюю информацию, сколько у нас всё-таки людей заболело и насколько серьёзно. Хотелось бы отметить, что на сегодня в Вологодской области зарегистрировано 37 случаев интервирусной инфекции. Из них 25 – это сирозный менингит. На сегодня данная инфекция регистрируется не на всей территории Вологодской области, а в основном это Великий Устик, это город Вологда. Отмечается регистрация случаев в единичном городе Череповце, в Сиамжинской районе. Надо отметить, что мы расцениваем данную ситуацию, скажем так, как стабильную и спокойную. 37 случаев – это не проявление развития эпидемии, как иногда пытаются вылицывать в средствах массовой информации. На сегодня, если мы сравним, эта инфекция у нас регистрируется на протяжении многих лет, и мы знаем, как с ней работать. Медицинские работники знают эту инфекцию, она не новая. И по цифрам у нас в год случается от 40 до 50 случаев интервирусной инфекции на территории Вологодской области. Просто они так на лето все пришлись массово. Всё правильно, это потому что та инфекция, для которой характерна сезонность, и сезонность – это летняя, осенняя сезонность. Вот лето пришло, и учитывая, что реализуются пути фактора передачи этой инфекции, благоприятная среда образуется, и вирус переносится, распространяется, и начинается регистрация данных инфекционных заболеваний. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, почему такие очаги? В общем-то, города, ну ладно, Вологда, Череповец недалеко, но Сям же это уже дальше, Великий Устюг, и того дальше. Почему так вот непонятно как-то распределилась она? На самом деле, любой агент, вирус, он способен распространяться, и в данной ситуации энтеровирус, который циркулирует у нас на территории Вологодской области, в принципе, в других территориях Российской Федерации, он устойчив в окружающей среде. И если вот такие цифры приводятся о том, что в водопроводной воде данный вирус живет 18 дней, то есть он довольно-таки может находиться в поверхностных водоисточниках, то есть реках, он может содержаться до месяца. Естественно, он разносится, переносится, распространяется. И кроме того, мы восприимчивы к этой инфекции, к этому возбудителю, он легко передается от человека к человеку, источники накопляются, он распространяется, и поэтому такая ситуация и есть. То есть никто не застрахован, на самом деле, от того, чтобы получить данный вирус, но вместе с тем надо отметить, что практически в 80% случаев формируется так называемое бессимптомное носительство, и человек никак не ощущает проявление данного возбудителя в себе, и он спокойно выделяет его во внешнюю среду. Но вместе с тем, вот 12-14%, которые встретились с этим вирусом, они могут переболеть такими, значит, малыми формами называемыми, которые не придают организму каких-то особых осложнений, и только в 1-3% случаев возникают формы, это вот сирозные менингиты, которые в основном у нас и регистрируются, имеется в виду, входят в регистрацию, и вот вызывают, наверное, такое наиболее бдительное отношение медицинских работников для того, чтобы оказать своевременную медицинскую помощь и предупредить развитие каких-либо осложнений. Датьяна Юрьевна, я, в принципе, могу понять как бы встревоженность людей, потому что само слово менингит, оно такое слово для нас страшное, да, то есть мы насмотрелись телевизор, мы начитали статьи в интернете и читаем о случаях как бы летальных исходов, вот в частности в Северной Осетии, в Омской области буквально, да, погибли дети буквально вот в течение последнего месяца. Расскажите, пожалуйста, насколько велик действительно риск вот летальных исходов, каких-то серьёзных очень осложнений при этом заболевания, и зависит ли он от форм менингита, то есть сирозный есть, ведь и другой, наверное, есть. Ну, конечно, да, действительно, хотелось бы сказать, что любое инфекционное заболевание, оно тем и коварно, что у кого-то оно проходит в лёгкой форме, а в определённых ситуациях возникает плод до летальных исходов и тяжёлые проявления. И действительно, здесь интервирусная инфекция, она по себе очень многогранна, скрывается под разными, скажем так, клиническими симптомами, и вот в ряде случаев, но это крайне редко, когда проявляется и в сирозном менингите и может вызвать тяжёлые последствия, вплоть до летальных исходов, и это обусловлено в первую очередь тем, что со своим состоянием организма человека, если есть какие-то вот свои заболевания, если имеется иммунодефицитное состояние, в вот здесь случае вирус развивается и может дать и вплоть до амингоэнцефалитов, и вплоть до летального исхода. Но надо отметить, что бдительность нужно держать именно в том случае, что чаще всего это возникает у детей раннего возраста. То есть здесь они чаще всего и заболевают в этой ситуации, и вот на сегодня мы видим, что из тех сирозных менингитов 37 случаев зарегистрированы антеровирусные инфекции, а из них 25 случаев сирозных менингитов, и из них 20 это среди детей. Но хотелось бы успокоить наш Воложан, что все-таки вот сирозный менингит, наши хроницисты отмечают, он протекает более, скажем так, благоприятно для организма человека, чем, допустим, гнойный менингит, то же самое минкококовый менингит. И на сегодня, слава богу, у нас в Вологодской области летальных исходов нет. И здесь надо отметить, что самое главное, наверное, чтобы была эта бдительность стороны родителей, и, естественно, своевременно обращались за медицинской помощью. И в этой ситуации все, кто пострадал от сирозного менингита, был своевременно поставлен диагноз, и пациенты находились в инфекционных отделениях и стационарах нашего Вологодской области. А почему дети в основном болеют? А организм слабее? Ну, потому что идет циркуляция, значит, возбудитель широко циркулирует в окружающей среде, и говорится о том, что так называемое проэпидемичное население. То есть я уже сказала, что в большинстве случаев это проходит бессимптомное носительство у населения нашего, когда они встречаются с водителем, вратается иммунитет. У детей же этого иммунитета нет. И поэтому, когда они встречаются с этим возбудителем, то чаще всего возникают вот эти заболевания. Это может быть лихорадочная форма, это может быть различные проявления, в том числе и сирозные менингиты. Просто наш ребенок не встречался до этого с этим возбудителем. В состоянии ли родители, ну раз мы, прежде всего, на родителей ориендируемся, ну и вообще люди, не специалисты, не медики, опознать этот менингит, то есть встревожиться, в каких ситуациях они должны насторожиться? Расскажите. Наверное, надо сказать, чтобы родители всегда бдительно относились к своим детям и при любых отклонениях состояния здоровья не занимались диагностикой, а обратились за медицинской помощью. Ну, в данной ситуации, вот хотелось бы отметить, что энтеровирусная инфекция, для нее характерно это полиморфизм клинических проявлений, то есть они могут быть своеобразные. То есть мы уже как бы говорили о том, что вот лихорадочное состояние, это может проявляться и в виде ОРВЕ, она может проходить энтеровирусная инфекция, это может быть острый фарингит, так называемый малой формы, это может быть конъюнктивит, это может быть эритемы различного уровня, то есть под всякие личины может проходить, но в случае возникновения сирозного менингида, то здесь проявляется именно то, что ребенок будет вялым, будет жаловаться на головные боли, может возникнуть рвота, может появиться жидкий стул. Конечно же, вот при любых отклонениях нужно обратиться за медицинской помощью. Скажите, пожалуйста, а как распространяется заболевание, где наиболее вероятен риск его подцепить? Заболевание для него характерно распространение, это так называемый фекально-оральный механизм передачи. Он же такой же типичный и как острая кишечная инфекция, как вирусный гепатит А. То есть по-другому сказать, это болезнь красных рук. На сегодня для этой инфекции какие пути передачи? Это водный, то есть мы можем при заглатывании воды, при купании, то есть при употреблении воды недопрокачественного качества, получить дозу антеровируса и заболеть. Далее, значит, это пищевой путь передачи. Возбудитель устойчив во внешней среде и отмечается то, что наши овощи, фрукты, пройдя обработку, могут быть также источником данного возбудителя для нас. Кроме того, хорошо распространяется этот контакт на бытовой путь передачи. Грязные игрушки, грязные руки. Всё это у детей особенно очень выражено. И ребёнок, если даже без симптома насилия, выделяет во внешнюю среду, другой ребёнок при общении может элементарно получить данный вирус и достаточно небольшая инфицирующая доза, чтобы он заболел. То есть здесь все вот эти вот меры, которые должны быть, они для нас все известны абсолютно, и мы должны соблюдать элементарные правила личной и общественной гигиены. Татьяна Юрьевна, ну вот судя по тому, как передаётся вирус, я так понимаю, что опасность в принципе подстерегает любого из нас, особенно детей, которые находятся в детских садиках, в лагерях. Вот расскажите, пожалуйста, какие сейчас меры предпринимаются на территории области, чтобы всё-таки поставить заслон. С одной стороны, 37 немного, с другой стороны, ну, в общем, наверное, как бы лиха беда начала, что называется, если запустить, так видите, пойдёт. Конечно, абсолютно верно. Надо отметить, что, учитывая, что данная инфекция для нас не нова, за ней осуществляется постоянный мониторинг. На сегодня совместно работают службы, которые оказывают все мероприятия в комплексе. И в первую очередь у нас уже в этом году был разработан, в апреле ещё месяце, совместно с управлением Роспотребнадзора, комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекций на территории области, который подписал, согласовал заместитель губернатора Вологодской области. То есть вот это вот мероприятие, которое мы осуществляем, на сегодня они регламентированы, и мы, естественно, ожидая подъём заболеваемости сезонной, готовились к нему. На сегодня огромный объём мероприятий проводится управлением Роспотребнадзора по Вологодской области, изучается мониторинг циркуляции возбудителей, проводятся исследования воды источных вод, смотрится контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на декретированных объектах. Эти вот моменты, они всегда являются ведущими в этой ситуации. Сторонное учреждение здравоохранения, конечно же, наша задача стоит на раннем выявлении постановки диагноза. На сегодня вся медицинская общественность в этом плане работает. Естественно, мы провели ещё дополнительно, вот получили информацию о том, что идёт вспышечная заболеваемость на других территориях, провели дополнительно обучение, направили все нормативно-директивные документы в адрес лечебных учреждений, налажена система лабораторной диагностики, стационары у нас готовы. Поэтому вот комплекс мероприятий, но сегодня, конечно, очень важно не допустить, естественно, заносы инфекции в наши образовательные детские коллективы. И на сегодня у нас формируются детские сады, дети возвращаются у нас с отпуска, приезжают с различных территорий. И, конечно, очень важно, чтобы вот эта система, те планы, которые мы наметили, они сработали. А это элементарно соблюдение требований санитарного законодательства. И оно начинается с того, что ребёнок, куда бы он ни пришёл, он должен быть здоровым. То есть вот в этом плане фильтры, но и соблюдение всех элементарных санитарно-эпидемиологического режима на наших объектах. Татьяна Юрьевна, вот Вы уже упомянули вот эти вот проблемные моменты как детских коллективов. Я знаю, что на территории области уже закрыты детские сады. Есть такие случаи в Вологде, не сады, а группы, точнее, да. Есть такие случаи более массовые уже в Великомустюге. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Но как надолго эти меры и что это даст в конечном итоге? Действительно, в Великомустюге, перед этим я говорила о том, что основная масса случаев была зарегистрирована в Великомустюге. И при регистрации подъёма заболеваемости интервирусной инфекции там проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Одной из эффективных мерок является разобщение детей. И в этой ситуации дети, которые посещали детские сады, эти группы были закрыты. И на сегодня до 4-го числа приказом Управления образования по городу Великомустюга закрыты вот эти детские сады, где была регистрация. Но вместо тем за детьми проводится медицинское наблюдение силами лечебной службы в Великоустюгской ЦРБ, осматриваются дети. В случае проявления проводится их обследование, идётся активное наблюдение. Дети тяжело болеют? Значит, дети были сирозные менингиты, но все как бы прошли довольно средней степени тяжести, выписаны, и осложнений как бы таковых их нет. Находятся на диспансерном наблюдении. А Вологда? В Вологде на сегодня тоже у нас имеются случаи. Но вот опять же надо сказать, что сирозный менингит у нас проходит в нормальном русле, течении, и как бы таких осложнений, которые бы следовало говорить, их на сегодня нет. Сколько групп у нас закрыто в Вологде? По этой ситуации точно сказать я вам не могу, потому что говорили о двух детских садах, и вот на текущий момент там мероприятие проводится. Очень важно то, что при разобщении детей, чтобы не сохранялся возбудитель на объекте внешней среды, он может сохраниться там в течение нескольких дней, проводится заключительная дезинфекция с применением дезинфицирующих средств. То есть эти группы, можно сказать, на проветривание, на обработке, и после этого, когда пройдет инкубационный период, дети будут приняты опять в эти группы. У нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Можете ли вы заболеть интерверсный менингит, а не один, а два раза, а три? Очень плохо вас слышно. Вы не могли бы еще раз вопрос задать? Сколько раз человек может заболеть интерверсный менингит? В своей жизни или в течение сезона? По-другому. Спасибо за вопрос. Надо отметить, что возбудитель интерверсной инфекции, он неоднороден антигенно. И у него существует несколько так называемых подтипов. И на самом деле человек может переболеть вот этими всеми подтипами. То есть в своей жизни он, если заболел один раз одним подтипом, то больше этим подтипом он не заболеет. Но вместе с тем, встретив другого антигена, то он может заболеть уже другим вирусом. То есть опасаться надо всегда. Это не как ветрянка, что если ты переболел, так вот уже иммунитет на всю жизнь. Все понятно. Говоря о профилактике, еще один у нас такой момент с детскими коллективами связанный сейчас, это детские лагеря. Тысячи детей сейчас там находятся. И учитывая, что лагеря разбросаны по всей территории области, а дети, как вы справедливо отметили, тоже побывали кто за рубежом на отдыхе, кто там у бабушек, у дедушки в других регионах, где тоже есть вспышки имени Нагита. Как сейчас мы следим за детскими лагерями? Ведь были уже по регионам случаи, в Туле, в Новосибирске, где в лагерях дети заболели. Конечно, хотелось бы, чтобы наши дети оздоровились за этот период лета, отдохнули и вернулись здоровыми за школьную скамью. И на сегодня действительно работает комиссия при правительстве Вологодской области, лагерная комиссия, которая отслеживает всю ситуацию. На сегодня в наших лагерях работают медицинские работники. На сегодня, конечно, они все насторожены в этом плане. Но здесь опять же говорится о том, что очень хорошо, что не работает купальный сезон, закрытые дети не купаются, где могли бы они подходить этот вирус. Здесь только соблюдение режимных моментов в этом организованном коллективе. То есть элементарные вещи, которые всегда насторожи, персонал обученный, персонал знает свои требования. И надеемся, что все-таки этот сезон закроется, и вспышной заболеваемостью у нас не будет допущена в наших лагерях. Не секрет, что к детям приезжают родители, они как раз приезжают из Вологды, из Череповца, в том числе из городов, где есть некоторый подъем. Есть какие-то ограничения в этом плане? Родители будут пускать в лагеря? Вообще-то детские дни всегда бывают, родительские дни, когда приезжают проведать своих детей. Мы уже говорили о том, что взрослые практически не болеют интервирусной инфекцией. Но могут быть переносчиками. И вместе с тем, каких-то глобальных запретов, естественно, их нет. Рекомендации есть о том, чтобы взрослых не пускать на территорию лагерей, чтобы дети встречались. Но с учетом того, чтобы предупреждаются родители, они должны быть здоровы. И, конечно же, существует запрет на внос пищевых продуктов. Есть перечень продуктов, которые допускаются для передачи. Детям в лагеря. То есть элементарные такие вещи соблюдаются. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Отвратите, пожалуйста, 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 где межка? Еще раз, пожалуйста, повторите ваш вопрос. Плохо о вас было очень слышно. Да, пожалуйста, пожалуйста, очень плохо. Плохо, пожалуйста, межка против менингита. Если нет, то надо, где нужно сделать? Не поняли, к сожалению, мы вопрос. Вот, подсказывает мне наш режиссер что-то у нас со связью. Есть ли прививка от менингита, спрашивает наш зритель? Была бы замечательность, была бы такая прививка. Но на сегодня вакцин против данного вируса у нас нет. Поэтому только правила личной гигиены и общественной гигиены. Ну, раз уж все свелось к этому, давайте все-таки по мерам профилактики и правилам личной гигиены поподробнее. Промыть руки мы уже поняли. Во всех случаях, в любых обстоятельствах, когда того требуется. Что еще? Прекомендуем использовать бутилированную воду для питья, по крайней мере. Конечно, то, что болеют дети раннего возраста. Также порекомендуем купать детей до года в кипяченой воде на сегодняшний момент. Далее, значит, при посещении места общественного питания, да, то есть ограничить вот эти моменты. И сегодня предупреждается о том, что у нас массово продаются овощи и фрукты на ларьках. Вот эти ларьки на лотках, где нет возможности помыть руки продавцу, сходить в туалет нормально. И вот посмотрим, арбузы разрезаны, дыни разрезаны. Рядом лежит так называемая оценка, где признаки гнили. И вот здесь нужно быть бдительными. Если покупаете арбуз, то, конечно, он должен быть целым, ни в коем случае не резать его. Если покупаете фрукты, то не надо их пробовать. То есть в эти моменты, если вы хотите поугастить своего ребенка этими фруктами, то это нужно сделать только после того, как провести, промыть эти фрукты, вымыть и обдать кипятком. То есть вот на овощах и фруктов очень часто может находиться энтеровирус. И вот эти обыкновенные меры, они должны соблюдаться, особенно когда идет сезон употребления овощей и фруктов. То же касается и своих же дачных овощей. Здесь характерно то, что когда человек является носителем, он выделяет возбудителя. И мы не знаем, в сточную воду могут попасть этот возбудитель. Мы поливаем свои овощи и фрукты, накапливаем воду, еще откуда-то носим с речки. То здесь тоже риск существует. Поэтому такое же бдительное отношение к своему урожаю. Татьяна Юрьевна, ну сезон купания у нас, если не закончился, то близится к концу. Но тем не менее, вот вы говорите, что в водах, особенно в стоячих водах, это все может содержаться. Что бы вы сейчас советовали купальщикам? Купальщикам, конечно, воздержаться от купания. Но если вы все-таки решились купаться, то купаться только в тех, которые разрешены места. То есть имеется разрешение, потому что мы знаем, там, где пляжи открыты, там проводится микробиологический мониторинг, изучается циркуляция возбудителей. И поэтому только в разрешенных местах. Но если вы пошли купаться, то, конечно, порекомендую не заглатывать воду. Татьяна Юрьевна, ну и, наверное, последний вопрос. Подсчитала сегодня в интернете такую не очень приятную информацию. Вы нашла о том, что еще один такой вот рост дополнительный, заболевание сирозным менингидом, обещают на август. Вот у вас есть такая информация, правда ли это? На самом деле, вот таких прогнозов официальных на сегодня нет. На сегодня мы видим информацию о том, что и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и Ведеральная служба Роспотребнадзора говорят, что ситуация в целом по стране спокойная. Но учитывая, что все-таки это инфекция с веконоральным механизмом передачи, мы ожидаем некоторый подъем заболеваемости, обусловленный формированием коллективов. То есть дети пошли в школу, дети пошли в сады. В школы, в контактный бытовой путь. И здесь очень важно, чтобы родители не пускали больных детей, а обращались за медицинской помощью. Спасибо огромное, Татьяна Юрьевна. Все, что можно сказать, будьте осторожны и берегите себя. Да, будьте здоровы. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня была заместитель главного врача Центра по профилактике инфекционных заболеваний Татьяна Юрьевна Курганова. И мы говорили о том, как защититься от сирозного менингита, который сейчас распространяется в нашей области. Впереди новости. Спасибо, всего хорошего и до свидания. Продолжение следует...